Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, прошло непродолжительное время после последней распаковки, сегодня у нас претендент это фотоаппарат Nikon, как вы видите D5600, тоже была отложена распаковка, перед нами фотоаппарат D5600 Nikon, для того чтобы улучшить качество фото и видеосъемки, ну в большей степени видеосъемки, пришла она вот в такой вот упаковочке, стандартной для Nikon в золотом варианте, стандартная их упаковка. Ну и давайте распаковывать, смотреть что у нас находится внутри, да, брал я Nikon специально без объектива, для того чтобы отдельно взять те объективы, которые необходимы на данный момент. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. И посмотрим, что находится у нас внутри упаковочки. Это как обычно у нас краткая инструкция по эксплуатации. Сейчас полная инструкция доступна непосредственно в мобильной версии, либо можно скачать для компьютеров. А в мобильной версии можно скачать программу и положить туда непосредственно в электронном виде инструкцию по эксплуатации, для того, чтобы оперативно смотреть и рассматривать. Дальше внутри у нас находится непосредственно сам фотоаппарат. В таком исполнении. Здесь есть откидной экранчик. Обычно у них на пятитысячной серии осуществляется для того, чтобы снимать себя, например, селфи. Либо другие варианты съемки, если у вас есть особые углы съемки не стандартно стоя, а, например, снизу или так далее, чтобы смотреть, что у вас происходит непосредственно на экране. Экран 3,2 дюйма, это где-то 8 сантиметров непосредственно. Вот такой вот экранчик. Экранчик, причем, как и на смартфоне, то есть можно управлять непосредственно пальцами рук. Стандартный уже привычный зон управления, так как у меня уже есть один фотоаппарат D3100, скачок произошел на более свежий фотоаппарат. По доступным разъемам, что у нас доступно? С левой стороны, это у нас стандартный модуль подключения непосредственно различных пультов для управления камерой. Дальше микрофончик можно подключить сюда непосредственно. Минус нету то, что можно подключить наушники для того, чтобы мониторить звук. Ну а если у вас особенный микрофон, то вы можете подключить сюда только микрофонный вход, а непосредственно на самом микрофоне мониторить звук, который поступает от микрофона непосредственно в камеру при помощи наушника. Дальше USB-ход, мини-USB для того, чтобы управлять камерой. И если вы скачали на компьютер последний драйвер для подключения данной камеры непосредственно как веб-камеры. И также распечатка там различных снимков непосредственно изнутри камеры. Либо подключение других устройств для того, чтобы либо просматривать, либо управлять данной камерой. Справа у нас находится, во-первых, разъем HDMI для того, чтобы подключать внешнее устройство и выводить изображение непосредственно на телевизор, чтобы камера могла передавать изображение непосредственно из камеры. И плюс подключать внешние мониторы. Кейс, стандартный разъем для SD-карт, ОИЧС, один там различные типы вариантов используется. И сюда устанавливается. Да, для съемки видео класс карточки должен быть не ниже 6, но может быть и выше. Выше лучше. Вот стандартная у нас такая вот камера. Два приблизительно. Дальше, что у нас находится непосредственно внутри, это стандартный аккумулятор, который ведет на серию от 3100 до 5600. Это аккумулятор EN-EL14. Новый аккумулятор. Как новый? Это уже давно идет. Дальше, стандартная зарядная устройка, для того, чтобы подзаряжать вашу камеру стандартной. Американо-японским, китайской вилкой, либо вариант можно подключить непосредственно европейскую вилку, и для того, чтобы вам заряжать в европейской вилке на вашу камеру. И еще, что у нас там осталось, это непосредственно ремень стандартный, нейлоновый, для того, чтобы переносить вашу камеру непосредственно на ключе, либо на шее. Я уже его открывать не буду, стандартный ремешок, который поставляется на все ваши камеры, без наименования камеры, просто то, что производитель Nikon. Вот такая вот камерка, здесь он даже есть стерео микрофон, непосредственно на нем. Горячий башмачок, но единственное, он у нас не закрыт, но на моем канале я распаковывал заглушки для горячего башмачка, который сюда прекрасно устанавливается и предохраняет пыль, даже непосредственно с самим уровнем. И давайте сейчас мы его включим, для этого распакуем аккумулятор и для того, чтобы нам что-нибудь увидеть, ставим, соответственно, в разъем карточку. Тут попросит время поставить. Стандартное уже привычное меню, то есть можно вывести различные типы разрешения, управлять устройством, данное местонахождение, ну здесь GPS, убрали датчик. Ну зато сейчас здесь можно подключать непосредственно смартфон, управлять как фото, так и видео съемкой. И есть стандартное приложение, благодаря которому в последующем скидываются ваши снимки на смартфон. Подключить смартфонное устройство. Wi-Fi, Bluetooth можно подключить, есть NFC и прошивки. Так, здесь прошиты последние версии, благодаря которым избавляется диспторсия и управление с некоторыми объективами. Подправлен функционал. Дальше различные режимы, то есть здесь матрица 2.4 мегапикселя, а реальная 2.4.2 для того, чтобы осуществлять съемку при помощи этого фотоаппарата. Здесь можно различные разрешения задавать. RAW формат высокого качества, максимальное количество пикселей от 6 тысяч до 4 тысяч. В 12-м 14-битном исполнении, ну это вот RAW файлы. Меньше по объему файла, это соответственно JPEG файлы, там уменьшается количество точек, по вертикали и по горизонтали. Здесь можно снимать видео, здесь доступное разрешение, единственное Full HD, до 60 кадров в секунду 50p, но единственное режим, вот эти верхние, высокого качества, можно снимать максимум 10 минут, и в зависимости от качества, снимать можно, ну вот как говорил, от 10 до 30 минут в режиме видео, ну сейчас у нас 30 кадров в секунду. Микрофон, чувствительность микрофона показана. Стандартная уже камера, практически она повторяет то же самое, что и 5500. Единственное, здесь еще добавили функции сообщения непосредственно с программным обеспечением Snap Bridge, убрали GPS модуль, и здесь еще добавили центрофейную съемку, ну так называемый Time Lab, чтобы не снимать снимки, а потом уже обрабатывать в каком-то видеоредакторе, или непосредственно внутри камеры, она это позволяет, а непосредственно записывать камеры, и камера сама уже выставляет видеоформат. И запись длится где-то от 45 минут до 3 минут, она ужимает эти файлы в эту съемку. Давайте сейчас посмотрим, как камера работает, фотографирует. Сейчас я предоставлю некоторые результаты, но в последующем уже непосредственно, когда будем смотреть каждый объектив, более отдельно и подробно посмотрим, как работает эта камера с этими объективами. Итак, сейчас продемонстрирую, смотрим. И давайте посмотрим, как снимает видео данная камера. Кстати, данная камера поддерживает современные объективы, вышли у них новая линейка AFP, и поддерживает точные числе и старые объективы AFS и ничего AFI, для того, чтобы осуществлять фокусировку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один момент, в этой камере теперь доступен режим ручной настройки камеры, Для этого нужно сначала Ручная настройка видео, включить настройку ручную, вот если выключено, то есть если мы сейчас вернемся в Live View, то видите, ничего не меняется, при смене диафрагмы ничего не меняется, как мы видим, а если обратно вернемся и включим, отключение режима авто для видеосъемки, здесь можно менять видишку, можно менять ISO, произвести такие действия. И лучше всего фотоаппарат работает с новыми объективами, AFP, с новыми моторами без шума, по сравнению с самым первым поколением, может я здесь вставлю вставочку, показать как шумит, хотя есть видео на канале про ноутбук, Toshiba P300226, где там меняли, жесткий диск на SSD накопитель, твердотельный накопитель, там можно характерно услышать звук движения мотора, объектива, камеры, когда он фокусировался. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подключение данной камеры как веб-камеры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем, кому нужна данная камера, делаю свой осознанный выбор, Я предоставил, как обычно, информацию о этой камере, но решать уже о покупке, либо нет, всегда вам. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео, и до свидания.